Здравствуйте. В прошлом году, в марте, я поехал в США, чтобы проводить форум CLF. Я поехал за две недели заранее, чтобы одну неделю общаться с нашими миссионерами, а на второй неделе я посетил Атланту, Филадельфию. Последний вечер, когда я собирался уехать в Нью-Йорк, приехал к нам один пастор. Он дал мне свою визитную карточку. Он был пастором большой церкви и было написано «New Covenant Church». «Coverment» обозначает «Завет», «Церковь Нового Завета». Я спросил у него. Пастор, скажите, вы знаете, что значит «Новый Завет»? Он сказал, я назвал церковь «Церковь Нового Завета», но он не знает, что это значит. Об этом написано в Ереме 31 главе. Так говорит Господь Бог в Слове. 31 глава, 31 стих. И вот наступает дни, говорит Господь, когда я закончу с Домом Израиля, с Домом Юды, Новый Завет. И Новый Завет по-английски звучит «New Covenant». Я спросил, вы знаете, что значит «New Covenant»? Он говорит, я не знаю, хорошо. В тот вечер я говорил о «Новом Завете». Когда Господь Бог дал нам 10 заповедей, Он кладет 10 заповедей в ковчег. И ковчег называется ковчегом, но также и местом обещания. Почему это называется так? Та место, где лежит Завет Господа. Первый Завет – это были 10 заповедей Моисея. Что сказал Господь Бог, когда дал нам 10 заповедей? Откройте книгу «Исход», 19 главу. Я думаю, поможет «Исход», 19 глава. Здесь написано. 19 глава, 5 стих. Итак, если вы будете слушать согласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилевы. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все-все слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним!» и донес Моисей слова народа Господу». Что сказал Господь Бог Библии? Прежде чем как дать закон, он сказал, «Если вы хорошо исполните это, будьте мне народом священником». Израилья должны были сказать, «Господне, мы не можем исполнить!» Однако они сказали, «Мы все исполним!» Они пообещали Богу. Бог сказал, «Если вы исполните, вы будете Моим народом священников». «Если же вы нарушите, получите проклятие!» Израилья не пообещали, что они все исполнят. Обещание называется «Coverment». Правильное произношение? Знаете, у меня плохое произношение английского. Что значит «New Government»? Это значит «Новый Завет». Есть два обещания. Первое обещание. Это то, что было перед тем, как Бог долгил с заповедей. Он сказал, «Если вы исполните, будьте Моим народом, Моим уделом, будьте народом священников». Было бы хорошо, если могли бы все исполнить. Когда Моисей сошел с горы с двумя скрижалями, что делали люди под горой? Смотрите, уже 40 дней, как Моисей находится в горе. А там нет ни воды, ни травы, там только капни. Чем он там может питаться? Наверное, Моисей умер. А что, если Моисей уже умер? Аарон не знал, как вести 600 тысяч человек. Ему казалось, что народ начнет рассеиваться. И чтобы объединить сердца народа, он начал создавать. Он что сказал? Принесите золото. Из золота сделали золотого тельца. И он сказал, «Это есть Бог, который вывел вас из Египта». Люди танцевали, веселились, говоря, что это есть Бог, который вывел их из Египта. когда Моисей спускался с горы, он сказал, «Израильтяне, они впали в грех». Иисус Навин, не подозревая этого, он сказал, «Наверное, есть сражение». Но Моисей говорит Иисус Навину, «Нет, это не звук сражения, а это звук песен». Они сделали золотого тельца, танцуют, перед ним поют. Моисей разбил каменные скрижали. Когда не было закона, можешь грешить, это не станет грехом. Но когда пришел закон, ты должен погибнуть. Из-за того, что сделали золотого тельца, в тот же день умерло 3000 человек. Когда приходит закон, приходит проклятие. Они ведь обещали Богу. Исполните? Они сказали, «Да, мы все исполним». Если вы исполните, получите благословение. «Если же нарушите, получите проклятие». Их ждало проклятие, проклятие, проклятие. «Они испытывали большие трудности». Среди 600 тысяч человек 3000 человек умерло. Знаете, в Еремии есть такое слово. Почему Он сказал это слово? Первый завет, 10 Моисеев. Бог сказал, «Если вы исполните, получите благословение, нарушите, получите проклятие», Бог сказал. «Если ты нарушил, это не значит, что все получится. За каждое нарушение ты должен получить проклятие. Люди, которых сотворил Бог, нарушили закон. Поэтому все должны были погибнуть. И нет ни одного, кто бы не погиб. Все согрешили, все совершили зло. И всех их ждет проклятие и гибель». Но когда я обнаружил Еремию 31 главу, я был так счастлив. Господь Бог говорил о проклятии, проклятии, проклятии тем, которые нарушили закон. Но в Еремии 31 главе 31 стихе говорит Господь, «Господь». «Вот наступает книг, говорит Господь, когда я закручу с домом Израиля, с домом Йоды, Новый Завет». Потом 32 стих. «Мне так нравится это слово!» «Так говорит Господь». «Этот Завет». «Этот Завет». «Что это за Завет?» «Десять заповедей»? «Десять заповедей». «Скажите, о каком Завете здесь говорится? Как вы думаете? «Это не десять заповедей». Когда Моисей спускался с горы Синай, Бог дал две каменные скрижали с десятью заповедями. Это было 1491 год до нашей эры. Они вышли 14-й день первого месяца. Не прошло больше месяца, как они вышли. Когда они прошли через Черное море, Господь Бог дал им это обещание. По первому закону, если ты исполняешь, ты получаешь благосостояние, если ты нарушаешь, то получаешь проклятие. Но ни один из израильских криан не исполнил закон Божий. Все должны были получить проклятие. Все должны были получить проклятие. Все согрешили. Все должны были погибнуть. И однажды Господь Бог говорит удивительную вещь. «Так говорит Господь. Вот наступают дни, когда я закручусь домом Израиля, с домом Юды, Новый Завет. 32 стих. Не такой Завет, который говорит этот Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Завет, который Бог заключил, когда Он вывел израильтян из Египта, это был первый закон, 10 заповедей, в котором они пообещали, если они исполнили, получат благословение, если же нарушат, получат проклятие. Поскольку они нарушили закон Моисея, Господь Бог был вынужден послать наказание, проклятие, когда мы нарушали закон. Однажды Бог дает удивительное обещание. И об этом говорится в Еремии 31 главе с 31-34 стих. Когда я прочитал это слово, это было так удивительно. Закон Моисея говорит, если ты исполняешь, получаешь благословение, если нарушаешь, получаешь проклятие. И никто не смог исполнить. Помню закон Моисея, все должны были получить проклятие. Здесь есть многие, которые участвуют на конференции. Но если вас судить по закону Моисея, вы все должны получить проклятие. Вы должны погибнуть. Вы должны быть убиты. Вы не можете получить благословение. Поэтому Господь, Который возлюбил нас для людей, которые должны были погибнуть из-за того, что нарушили свое обещание, он положил в Ереме 31 главе удивительное обещание. Так говорит Господь. Вот наступает дни, говорит Господь, когда я закручу с домом Израиля, с домом Йоды, Новый Завет. 32 стих. Так говорит Господь. Не такой Завет. Какой Завет он заключает? Который... Десять заповедей или другой? Не знаете? Первый Завет — это десять заповедей. Поскольку люди нарушили его, если судить по первому закону, все должны получить проклятие. Все должны пойти в ад. Потому что они нарушили обещание. Они же пообещали, что если исполняют, получат благословение, если же нарушили, получат проклятие. И сегодня люди пытаются исполнить 10 заповедей, но из-за этого получают проклятие. Одно, что мы точно должны знать. Мы должны обязательно знать этот Новый Завет, о котором написано в 31 главе книги Еремии. Вчера вечером я говорил немного о женщине, взятой прелюбодеянии. Женщина была взята во время прелюбодеяния. Книжники и фарисеи привели ее к Иисусу. Они сказали, «Учитель, эта женщина взята во время прелюбодеяния». «Если судить по закону Моисея, Моисей заповедал побивать таких камнями, ты что скажешь?» «Если судить по закону Моисея, ее должны побить камнями. Но Господь Бог возлюбил людей. Он дал обещание. Поскольку все нарушили, они должны получить проклятие и погибнуть. Но Господь Бог, чтобы спасти людей. Бог решил создать новый закон, независимо от закона Моисея. Аминь! Аминь! По-моему, вы не согласны со мной, да? Позвольте, я поясню, чтобы вам было понятно. Если говорить о законе Моисея, взяли женщину, взятую в прелюбодеянии. Книжники-фарисеи к ней принесли Иисус. Это женщина, взятая во время прелюбодеяния. Знаете, что они сказали? В законе Моисея заповеданно поверить таких камнями. Учитель, а ты что скажешь? Однако, Иисус, что он сказал? В законе Моисея, в законе Моисея говорится, чтобы поверить таких камнями. Учитель, но что скажешь ты? И тогда Иисус писал перстом на земле. Здесь есть важный момент. Есть два места, где Бог писал перстом на земле. Где Он писал перстом? Первое. Бог писал перстом, когда давал десять заповедей Моисея. Некоторые говорят, что в книге Даниила, но там написано, что была рука человека, который написал «Мене-мене, арбет-дамесали». Там точно написано, что это была рука человека. Бог два раза писал перстом. Первое место написано, что Он писал перстом, когда записывал десять заповедей Моисея. А второе место, где Он писал перстом, первый закон символизирует десять заповедей Моисея. И написано Еремене в 31 главе второй закон. И Бог говорит, вот наступает дни, говорит Господь, когда я закручусь домом, я заразусь домом Юты, Новый Завет. Этот Новый Завет израильтяне и Бог пообещали друг другу. И Бог сказал, что если вы исполните обещание, вы получите благословение, если же нарушите, получите проклятие. Но ни один человек не исполнил закон совершенным образом. По этой причине все должны получить проклятие. Все должны были погибнуть. Бог же. Первым законом люди должны получить проклятие. И он нуждался Новым Завете, который может спасти нас. И это есть Новый Завет. И что это за Новый Завет? Первый закон говорит, если ты хорошо исполняешь, получаешь благословение, если же нарушаешь, получаешь проклятие. А второй же Завет, что же он говорит? Неважно, ты делаешь хорошо или плохо. Бог дает благословение или проклятие, в зависимости от того, что сделал Иисус. В начальной школе у нас были спортивной игрой. И знаете, что бывает порой? Вот бежит учащийся первого класса. И он должен бежать вместе с отцом. Есть такой, да? Вы видели подобное? И он бежит с отцом. Папа бежит с ребенком. И поскольку ребенок не успевает, он обнимает ребенка и бежит вместе с ним. Если этот ребенок занял первое место, он занял первое место, потому что он хорошо бежал или потому что отец хорошо бежал? Благодаря кому он занял первое место? Когда ребенок бежит один, да, он получает награду, когда бежит хорошо один. А если он бежит вместе с родителем, нужно, чтобы родитель хорошо бежал, чтобы занять первое место. Первый завет дает нам благословение или проклятие в зависимости от наших дел. Поскольку нарушили закон, по закону Моисея должны получить проклятие. Бог возлюбил людей. Чтобы спасти людей, он должен был дать новый завет. Бог сказал Геремия 31 главе 31 стихе так говорит Господь. Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет. Первый завет дает благословение. Если я делаю хорошо, если я делаю плохо, получаю проклятие. мы все согрешили. Мы все должны получить проклятие. Мы должны знать это. Даже все мы хорошо исполняем. Если мы хотя бы нарушим один завет, мы должны получить проклятие. А второй же закон, он не зависит от наших хороших дел. Он дает благословение или проклятие в зависимости от того, что Иисус сделал. Да, мы нарушили закон, мы должны получить проклятие. Но поскольку Иисус Христос умер за крестик за нас, поскольку Он совершенным образом очистил наши грехи, мы получаем благословение. В первом законе мы получаем благословение в зависимости от наших поступков. Если судить этим законом, все мы должны получить проклятие. Бог сказал, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с домом Израиля, с домом Юды, Новый Завет. Первый закон дает благословение или проклятие в зависимости от дел человека, а вот второй закон за наши заслуги мы должны получить только проклятие. По этой причине дается благословение в зависимости от того, что Иисус сделал. Давайте перейдем к Евангелия на 8 главе. Женщина была взята во время пребадеяния. Книжники фарисеи они схватили ее и привели к Иисусу и сказали «Учитель, эта женщина взята в пребадеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? По закону Моисея никого не ваш мост спаси, если он согрешил. Люди, которые не знают Библию, сегодня считают, что они получат балансовик, если будут исполнять закон. Но поскольку мы уже нарушили закон, мы должны получить проклятие, чтобы спасти их тех, которые находятся во грехе. Мы нуждаемся в новом завете. Новом. Понимаете это? 32-й стих. Не такой завет, какой я заключил с отцами, когда взял их за руку, чтобы вывезти из Египта, тот завет они мы нарушили. Первый закон Моисея все мы нарушили. Силы идолов. Нарушили все заповеди, которые были там. Поэтому должны получить проклятие. Первый закон, который дает благословение, он зависит от наших поступков. Бог же, чтобы спасти нас. Поскольку нет людей, которые бы сделали им только добру, за наш поступок мы должны получить проклятие. Первый закон, мы должны получить проклятие. Или же Иисус Христос, Он стал перед женщиной взятой прелюбодьяни. Книжники сказали, эта женщина взята во время прелюбодьяния. Моисей в законе заповедал побивать таких камнями. Ты что скажешь? Иисус должен спасти эту женщину. Верно? Он же пришел спасти грешников. Поэтому Иисус нуждался в новом законе, не в законе Моисея. Иисус писал перстом на земле. То, что Он пишет перстом, становится законом. Он написал закон, в котором говорилось «Не делай себе идолов, не называй имя Суи, отус Пчи, почитай родителей, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не желай». Если исполняем, получаем благословение. Если же нарушаем, получаем проклятие. И мы должны были получить проклятие. Посмотрите в 2 законе 28 главу. 28 глава. Смотрите. С первого стиха посмотрим. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего тщетно исполнять все заповеди Его, которые заповедует тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебе выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения исполняться и исполняться на тебе, если будешь слушать глас Господа Бога твоего». Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод шрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих благословенные жницы твои благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем затем пятнадцатый стих есть решение будешь слушаться голоса господа бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановление его который я заповедую тебе сегодня то придут на тебя все проклятились и и постигнут тебя проклятый будешь в городе и проклятый будешь на поле и проклятые будут жницы твои и кладовые твои проклят будет плод шрева твоего и плод земли твоей проклятый будешь при в ходе твоем, и проклятый при выходе твоем. Посмотрите внимательно. Первый закон, Моисея. Ты получаешь благословение, если исполняешь, если же нарушаешь, получаешь проклятие. И нет ни одного человека, который бы все исполнил. Все мы должны по закону Моисея получить проклятие. Сегодня люди читают по воскресеньям заповеди Моисея. Это люди, которые не знают слова. Моисей взял 10 заповедей и положил в ковчег. И Господь Бог кладет крышку. И крышка называется местом благодати. Чтобы получить благодать, надо закрыть крышкой заповеди. Потому что если будет заповедь, ты получаешь проклятие. Чтобы никто не посмотрел на эти заповеди. Две серафимы крыльями закрывают крышку. Эта картина сделана одним человеком. Но это не совсем по Библии. А так рисуют, когда не знают слова. Чтобы выглядеть красиво, крылья подняты наверх. Но в Библии написано, что крышкой должны закрывать крышку. Крыльями нужно закрыть крышку, чтобы никто не мог открыть. Полностью закрывают крышкой. И написано, что надо помазать кровь. Почему? Чтобы если кто-то согрешил. Нужно достать закон и судить его законом. Но Бог говорит, не надо открывать крышку. Иисус провел кровь за твой грех. Твои грехи омыты. Не надо открывать крышку. Он говорит, не открывай крышку. Был священник по имени Илли. Он был падшим пророком. Когда он состарился. Ведь были многие сыновей, скорее на Левидовых. Но он не поставил священников. Он поставил своих сыновей Овне и Финейса с следующими священниками. Овне и Финейса совершили множество грехов перед Богом. Они пренебрегались жертвами Божьим. Они спали с женщинами, которые служили при Скинии. Когда была война с изральтянами и филисиминами, они взяли с собой ковчег. Они думали, что смогут победить врагов. Во время сражения Овне и Финейс умирают. И был отобран ковчег. И пророк Илли, священник Илли тоже падая, он умирает. И шесть месяцев находился ковчег у филисимлян. И где бы ни был ковчег, было проклятие. И поэтому филисимляне отправили обратно к израильтянам. И принесли ковчег в Вевсомиссию. Посмотрим первое царство. Первое царство. Пятая глава. Шестая царство. 16, 19 сих. 18 сих, посмотрите. А золотые мыши были по числу всех городов филисимских, опять те владельцы, от городов упрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором постановил ковчег Господа. Потом важный стих. 19 стих. Жители Вевсомисса за то, что они заглянули в ковчег Господа. И убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. Бог говорит, даже не смотрите, что в ковчеге. По этой причине положили две каменные скрыжали в ковчег и закрыли крышкой. И также серафимы закрывают крыльями, чтобы никто не открыл. Но люди открыли в ковчег. За это умерло 50 тысяч 70 человек. Бог говорит, не смотрите то, что в ковчеге. Если мы посмотрим, мы становимся грешниками. Господь Бог положил ковчег, закрыл крышкой и говорит, никто не смотрит в нас скрыжали. Иначе получите проклятие. Что Он говорит? Смотрите на Новый Завет. А что говорит Новый Завет? Иеремия 31, глава 31 стих. Бог сказал, я заключу Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Юдой. Верно? Затем 32 стих. Не такой Завет, какой я заключусь с отцами их, в тот день, когда взял их за руку, чтобы везти их с земли египетской. Тот Завет мой они нарушили. 33 стих. Так говорит Господь. Но вот Завет, который я заключусь с Домом Израиля после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы Мои не на камнях-скрыжалях, а во внутренностях их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». Затем важен 34 стих. «И уже не будут учить друг друга брат-брата и говорить «познай Господа». «Ибо все и сами будут сдать меня от малого до большого», говорит Господь. А как будут сдать Господа? Потому что... Говорит Господь, потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспоминал более. Бог дал два закона. Первый Завет. Это 10 заповедей. По которым, если ты исполняешь, получаешь... Благословение, если нарушаешь, получаешь проклятие. Но все нарушили. Поэтому должны получить проклятие. Даже если будешь и будем исполнять, это не значит, что нарушенное исчезнет. И Бог заключает Новый Завет. И что говорит Новый Завет? Если я делаю хорошо, получаю благословение. Если я делаю плохо, получаю проклятие. И этот закон мы уже нарушили. Первый закон, в котором зависит одна штрих, это закон Моисея. А Второй Завет, что говорит? Не зависит от Моих дел. А тем, что Иисус Христос делает, получаем благословение. Такой Бог заставил Завет. Бог говорит, я прошу беззакония, и грехов их не исполню. Не воспомину более. И этот Завет господствовал с 1791 года до нашей эры, до пришествия Иисуса. Иисус Христос встретил женщину, взятую преребодианью, которая преребодиствовала. По закону Моисея, она не может спастись. Поэтому Бог поставил Новый Завет. Он писал перстом. И что же он написал перстом? Бог говорит, я заключу Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Юды. И Бог писал перстом Новый Завет. Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Так говорит Господь. И с этим Заветом Бог судил. Эта женщина взята во время преребодианья. Знаете, ее должны побить камнями. Но Новый Завет говорит, я прошу беззакония их, и грехов их не воспомину более. И по этому Завету эта женщина будет невиновна. Прежде как сделать ее невиновной, Бог пишет Новый Завет. По этой причине Иисус писал перстом на земле. И Он написал Новый Закон. И следуя Новым Заветом, Он говорит, я прошу беззакония их, и грехов их не воспомину более. Когда Иисус умирал на Христе, Он очистил все наши грехи. Скажите, аминь. Скажите, аминь. Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Это есть Новый Завет. Если Иисус не сделал это, тогда получается, Он нарушил закон. Иисус очистил все наши грехи на Христе. И Он говорит, не воспомину. Он судит нас Новым Заветом. И тогда эта женщина, взятая прорубодяне, будет невидобна. Иисус говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Да, никто, Господи. И я не осуждаю тебя. Иди, предь не греши. Посмотрите, к римлянам, 8 главу, 1 стих. 8 глава. Итак, тем, которые во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Второй стих. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти есть закон Моисея. А закон Духа Жизни – это Новый Завет, который говорит, что наши грехи прощены. Знаете, к нам пришел закон греха и смерти. Но когда Иисус писал Перстам, Он открыл эпоху Нового Завета. И теперь не я очищаю свой грех. Поскольку Иисус очистил все наши грехи. Он говорит, я больше не воспоминал грехов твоих. Когда Иисус умер на Кресте, Он очистил все наши грехи. Поэтому мы больше не являемся грешниками. Аминь. Скажите, аминь. Мы больше не грешники. Иисус сказал, я прощу беззакония их. Грехов их уже не воспоминал более. Поскольку Он очистил все наши грехи на Кресте. Мы больше не грешники. Аминь. Скажите, аминь. Аминь. Верите ли вы в это? Я не говорю, что мы не согрешили. Мы согрешили. Но это наказание. Поскольку на Кресте Иисус получил все наказание за нас. Он пролил Свой кровь и все очистил. Поэтому мы оправданы. Женщина была взята во время прелюбодеяния. По закону Моисея ее должны были убить. Но когда ее судили новым законом, она не виновна. Так же касается и всех нас. Да, мы все грешники. Но если судить нас новым законом, Бог говорит, я прошу беззакония их. Грехов их уже не воспоминал более. Так говорит Господь. Верите ли вы в это? Аминь. Господь сказал, что Он воспоминал наши грехи? Или сказал, что Он не воспоминет? Он просил наши грехи. И Новый Завет, который написан в Ереме 31 главе, это Завет Божий. И Он сказал, что заключает Новый Завет. Чтобы спасти женщину, взятую прелюбодеянией. По закону Моисея, ее должны были побить камнями. И поэтому Он открывает новую эпоху. И у нас есть Новый Завет. Скажите, каким Заветом вы хотите быть судимы? У вас есть выбор. Если судить вас с законом Моисея, вы должны положить проклятие. Но если вы оставляете Ветхий Завет, и если веруете Новый Завет, который говорит, я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспоминал более. Если судить Новым Заветом, все мы будем праведниками. Аминь. Аллилуйя. Я славлю Господа. Сегодня многие служители, многие христианские лидеры, они знают только заповедь Моисея. Они хотят исполнить закон и остаются грешниками. Новый Завет. Бог говорит, я прошу беззакония никаких грехов я уж не воспоминал более. Бог говорит, что не воспоминал более. Бог говорит, не надо открывать крышку ковчега. Не надо доставать... Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иисус Христос спас меня. Он все сделал. Он нас судил. Теперь мы не виновны. Мы все оправданы Иисусом. Все мы святы. Верите ли вы в это? Аминь. Аллилуйя. Когда мы веруем в эту истину, если судить этим, да я должен был получить проклятие. Но когда нас судят Новым Заветом, Бог говорит, я не осуждаю тебя. Иди в предние греши. Как это удивительно. Господь говорит, я не осуждаю тебя. Он говорит, что Он просил все наши грехи на кресте. Не смотрите на закон. Смотрите на Новый Завет. Благодарите, что Он спас нас. Он спас нас. И говорит, что мы оправданы. Он говорит, что не воспоминали беззакония их. Я желаю, чтобы вы веровали в это обещание. Аминь. Я благодарен за это удивительное слово. Мы должны были получить проклятие. Мы должны были погибнуть. Но Новым Заветом мы получаем жизнь. На этом я закончу. Субтитры создавал DimaTorzok